Всем привет! И снова, чтобы разнообразить обзор инструмента, мы отправимся с вами на свежий воздух и захватим с собой аккумуляторную торцовочную пилу DeVol DHS 780. А самое главное, сделаем с вами действующую катапульту. Поехали! Торцовочная пила DeVol DHS 780. Это инструмент, работающий от двух литий-ионных аккумуляторов на 54 вольта. А в случае, если рядом есть розетка, вы можете воспользоваться сетевым адаптером и работать пилой уже без ограничения по времени. Чтобы наша катапульта хорошо смотрелась, все стыкующиеся стороны будут с распилом под 45 градусов. Так как мы работаем на территории музея, то идущий в комплекте пылесборник будет нам очень полезен. Работать мы начинаем с основания. Нужно напилить 4 бруска под 45 градусов. И уже на базе этого основания мы будем собирать все вертикальные элементы. Максимальная глубина пропила под углом 45 градусов 76 миллиметров. Пила оснащена защитой от случайного нажатия и отдельным фиксатором кожуха. Скорость вращения диска 3800 оборотов в минуту. Максимальный угол поворота 60 градусов, а угол наклона 49 градусов. Мне показалось, что собрать конструкцию на гвозди будет более сурово. Вторым шагом делаем вертикальную часть. Стыкуется она к основанию под прямым углом. Максимальная глубина пропила под углом в 90 градусов 170 миллиметров, а ширина пропила в этом же положении 345 миллиметров. Третьим этапом постройки будет установка ребер жесткости, которые как раз и будут оказывать сопротивление удара рычага. Тут, как мне показалось, проще всего будет найти нужный угол, померив его на живую. Поэтому берем в руки карандаш, отмечаем нужные углы и прицельно выставляем их на пиле. Благодаря большому максимальному углу поворота пилы в 60 градусов, мне и удалось сделать эти детали. Шаг 4. Установка рычага. Для его установки нам понадобится около 12 метров синтетической веревки, брус 40 на 40 миллиметров и какая-нибудь деревянная чашка для удержания снарядов. Я взял для этого дела банный ковшик. Для установки жгута нам понадобится просверлить два отверстия в основании, как показано на схеме. От расположения этих отверстий сильно зависит будущая траектория полета снаряда. Рычаг в поднятом состоянии не должен стоять вертикально, иначе снаряды будут лететь вниз. Вот мы и собрали нашу катапульту, и сейчас самое время отправиться на заброшенную взлетную полосу города Самара и немного пострелять. Но прежде хочу сказать, что конкретно эта катапульта уйдет в детский музей, и с ней будут играть дети, поэтому ее мощность условная. Если же вы хотите сделать полноценную катапульту, то вам нужно всего лишь будет подобрать жгут и правильно его натянуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...